Бисмилля и Рахмани и Рахим. Забыли до конца дочитать домашнее упражнение пятого урока. Начинаем. Здесь у нас идёт пример на Хамзу Ассель и Хамзу Фотар. Читаю. Прежде всего, в слове «Исм» в арабском языке переводится название или имя. Вначале у нас приходит Хамза Ассель. А также в слове «Ибн» тоже приходит Хамза Ассель. И поэтому помним то, что Хамза Ассель читается в середине, не читается в начале и не читается в середине в конце предложения. Начинаем. Исмуль валяди мухаммадун, уасмуль бинти заинабу. Дальше. Исмуль мударбиси хамидун. Так читается у нас слово «Исм». Дальше. Все это у нас были примеры на Хамзу Ассель и на Хамзу Котар. В общем, в арабском языке есть еще восемь слов, в которых вначале приходит Хамза Ассель. Это только два. «Исм» и «Ибн». Есть еще восемь. Они не все придут у нас в четырех томах медицинского курса. Где-то еще слово «два-три» придут и все. Все остальные вы найдете в других книгах по грамматике арабского языка. Дальше идем. Прочитайте. Теперь у нас вот девятое задание. Произнесение Хамза Ассель и Хамза Котар. Здесь я хочу не прочитайте. А здесь я хочу давайте первые два и последние два по составу и все с харакатами. Все с харакатами. Первые два и последние два разобрать по составу. Так, дальше идем. Урок шестой. Урок шестой посвящен слову «гави-ги». «Гави-ги» переводится «это женский рот». От слова «гада» указательные слова. Они входят в число видов «марифы». Начинаем. «Гадаб-нухамидин» «Вагави-ги бинту-ясерин» «Это сын Хамида» «И это дочь Ясера». Речь у нас здесь о «гава», «муктадах». Дальше «ибнухамидин». У нас будет «идофа», «хабар». У этой «идофы» смысл будет предлога «джар-ли», который самое часто приходит. Дальше. «Вау» у нас будет «эспэ». «Гадаб-нухамидин» «Вагави-ги» «И бинту-ясерин» «Это у нас будет «хабар». Дальше идем. «Ибнухамидин» «Джалисун» «Ва бинту-ясерин» «Ва кифатун» «Сын Хамида» «Стоящий» «И дочь Ясера» «Извиняюсь» «Сын Хамидин» «Сидящий» «И дочь Ясера» «Стоящая» «Дальше». «Харакаты» «Ибнухамидин» «Это у нас «идофа» будет «сын Хамида» «Это у нас «муктада»» «О нем речь» «И джалисун» «У нас будет «хабар» «С двумя даммами» «Дальше». «Вау» у нас будет «эспэ» «Бинту-ясерин» «Это у нас будет «муктада» «О нем речь» «О ней речь» «Иуак и фатун» «Это у нас будет «хабар» «Дальше идем» «Ман гавиги» «Хавиги ухтульмухандиси» «Кто это?» «Это дочь инженера» «Сестра инженера» «Ман» у нас будет «хабар» «Хавиги» у нас будет «муктада» «Потому что это «марифа» «О ней речь» «Почему Ман» вышла вперед?» «Потому что это вопросительный предлог» «Дальше» «Хавиги ухтульмухандиси» «Хавиги будет у нас «муктада» «И ухтульмухандиси» «У нас будет «идофа» «Хабар» «Дальше» «Не забывайте взять разбор в ваших книгах с харакатами» «Дальше» «А она тоже инженер» «Нет, она врач» «А» у нас будет «ВП» «Гия» у нас будет «муктада» «О ней речь» «Айдон» не разбираем пока «Будет на финише в четвертом томе» «Мугандисатун» «Это у нас будет «хабар» «Дальше» «Ля» у нас «ответный предлог» «Гия» у нас будет «муктада» «О ней речь» «И табибату накера «хабар» «И не забывайте ставить» «Последний харакатый», «Который вы слышите» «Дальше идем» «Саяра туман гавиги» «Гавиги саяра туль мудири» «Чья машина» «Это» «Это машина директора» «Саяра туман» «У нас будет «идо» по «хабар» «И гавиги» у нас будет «муктада» «Почему саяра туман вышла вперед» «Хабар» «Почему ушла вперед» «Потому что ман» у нас является вопросительным предлогом «Отсе вопросительные предлоги ставятся на начало предложения» «Дальше ответ» «Магагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагаг Чей этот Смотрите, речь о портфеле идет Мы не скажем уже чья это Потому что портфель мужского рода Поэтому скажем чей это Ответ это принадлежит Холиду Или это Холида Ли у нас будет Джар Ман будет Маджру Все вместе Джар Маджру Хабар и Хадии у нас будет Мусада Запомните Ли Ман переводится чей Дальше Хадии Ли Холидин Это Холида Хадии будет Мутада Ли Джар Холидин Маджру Я не пишу, а вы это пишите И все вместе Джар Маджру у нас будет Хабар Дальше А Дароджату Анасин Хадии Анас это имя А это велосипед Анаса А у нас будет ВП Дальше Дароджату Анасин Идофа Хабар И Хадии у нас будет Муктада Почему мы решили то, что Хадии Муктада Потому что в ответном предложении У нас Хадии пришла Муктадой И раз в ответном предложении Хадии Муктада Значит вопросителем Хадии тоже является Муктада Что я вам говорил то, что чтобы определить Муктаду Вопросительном предложении Смотрите на ответ Дальше Ля Хадии Дароджату Аммарин Нет, это говорит велосипед Аммара Ля у нас будет ответный прилог Это у нас будет Идофа Хабар Дальше Это новый и велосипед Анаса Старый Хадии у нас будет Муктадама Речь пришла в начале Джадидатум Двумя домами Это у нас будет Хабар Дальше Ла у нас будет СП И Дароджату Анасин у нас будет Идофа Муктада И Фадиматум Это у нас будет Хабар Дальше идем Хадии Саату Алийин Смотрите Две Касры под Шаддой Означает То есть две черточки под Шаддой Означают две Касры Если две черточки будет над Шаддой Значит это две Падхи Вот так вот определяется Хадии Саату Алийин Это часы Али Хадии у нас будет Муктада И Саату Алийин Часы Али Идофа Хабар Дальше Гия Джамиля Тун Джигдан Они красивые очень Речь у нас о Гия Марифа Вначале пришла А не речь Джамиля Тун Это у нас будет Хабар И Джигдан не разбираем Это у нас будет На финише чертом томе Дальше Гаги Гия Джамиля Тун Вагаги Гия Джамиля Тун Это ложка И это котел Речь у нас о Гаги Гия Это будет Муктада Миля Катун Это у нас будет Хабар Уа у нас будет СП Хаби Гия Опять Муктада И Хидрун у нас будет Хаба Теперь смотрите Здесь новое правило У нас пришло Без Тамарбуты на конце Но Вроде на вид мужской род Но на самом деле Это женский род Правило Штого урока Услов женского рода На конце Тамарбута А Тамарбута имеется ввиду Вот То что вы видите И так пишется слитно И вот так пишется Раздельно Как допустим Саяра Тун Мадраса Тун Любые слова Которые у нас На конце Которых Тамарбут Они являются В женском роде Дальше Есть небольшое исключение Есть слова На вид мужского рода Однако на самом деле Они имеют Женский род В первом томе У вас придет Пять слов Это Айнун Глаз Щамсун Солнце Риджлюн Нага Ядун Рука Узунун Ухун Таких слов Около Пятидесяти Их можете найти В конце Арабско-русского Словаря Академика Баранова Все они там есть Дальше идем Это запоминается И Как бы Так пришло от арабов То что вот эти слова Именно не употребляют В женском роде Почему Ответ Не знаю Так у них заведено И это Эти слова Завучиваются И на них Не делается Сравнение Дальше идем Аль-Миля-Кату Фил-Кидри Ложка В котле В казане Аль-Миля-Кату У нас будет Аль-Миля-Кату У нас будет Муктада И Фи Будет у нас Джар Аль-Кидри Соответственно Маджру Все вместе Джар Маджру Так пришла Муктада Это у нас будет Хабар Дальше Хави Бакарату Фалляхи Это Корова Крестьянина Хави У нас будет Муктада Бакарату Мудов И Фалляхи У нас будет Мудов Лейги Все вместе Идов У нас будет Хабар Все Идовы Которые У нас были Здесь В шестом уроке Они все Имеют смысл Предлога Джар Ли Дальше Это Нос Это Нос Правильно И это Рот Хави У нас будет Муктада Анфун У нас будет Хабар У нас будет СП Хави У нас будет Муктада И Фамун У нас будет Хабар Дальше Идем Хави Удов Нум Вахави Айнун Вот у нас Пришли еще два слова Которые являются На вид Мужкового рода На самом деле Арабы Употребляют В женском роде Это Ухо Глаз Глаз Хави У нас будет Муктада Удов Нум Хабар Опять Хави Муктада И Айнун У нас будет Хабар И Вау Будет У нас СП Дальше Хави То же самое Плюс Разбор По составу Разбор По составу Давайте Первые Первые Четыре Приложения Разобрать По составу И все остальное С характерами Последними Дальше Идем Второе Поставьте вопрос Каждой картинке У вас два варианта Или вы скажете Магада Или вы скажете Уамагави Но я хочу написать Чтоб вы поставили вопрос Письменно В тетрадях Смотрите на картинку Допустим Здесь у нас ручка Пишем Выбираем Или магада Или магаги Вписывайте И потом отвечаете На арабском Это ручка Используя Нужный род Гадя Калямун Или гадиги Калямун Точно так же Делайте Все остальные Картинки Отвечайте на них Используя Магада Или Магаги Так Дальше Идем Составьте Предложение По Примеру Это легко Хочу То же самое Смотрим Пример Мухаммадун Тобибун Мухаммад врач Просто надо сделать Женский род И сказать Аминату Тобиба Тобиба Сами придумай А нет Не надо придумать Она уже есть Просто ставите Там арбук И все Вписывайте В тетрани Дальше Четвертое Справьте ошибку Здесь у нас есть ошибка Или в родах Или в характерах Не знаю Сами определите И поймете То есть Здесь есть ошибки Которые противоречат Правилам Которые вы взяли В первом В втором В третьем В четвертом В пятом В шестом В уроках Дальше Пятое Напишитесь Проставление Последних арокатов Я хочу То же самое Плюс Плюс Первое Второе И давайте Третье Разобрать По составу Все На этом урок Закончился Продолжение следует